Аппетитного всем настроения! Сегодня расширим свои представления о мексиканской кухне. В последнее время она становится все популярнее, ведь большинство блюд вкусны, просты в приготовлении и очень питательны. Знакомиться будем с блюдом энчеладос, а поможет нам в его приготовлении шеф-повар и паблик пицца Олег Раевский. Лас энчеладос – это блюдо мексиканское, формы его различные. Энчеладос бывает в завернутом виде, также в виде тортиков. Я думаю, что они и в развернутом, и полузавернутом. Есть такое слово фахитас еще мексиканское. Фахитас как ремень переводится, и они режут это длинными кусочками. И обжариваем на сковороде в растительном масле. Курица жарится быстро, поэтому нам нужно спешить с чем? Нужно быстренько разделать перец. В этот момент мясо нужно посолить, но у шеф-повара свои задумки, чтобы курица не пригорала и была ароматной и сочной. Что здесь? Здесь вода и кубик маги. Буквально четвертинка кубика маги. Причем кубика грибного, потому что дальше мы нарезаем шампиньоны и добавляем их к мясу и перцу. К кинзу нужно поосторожнее быть. Почему? Потому что кто-то нормально к этому делу относится к кинзе, кто-то не очень. Еще несколько секунд. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Десять секунд достаточно. Начинка готова, приступаем к приготовлению соуса. Сальца состоит, значит, томат, кумин зира и перцы халапенис. Ставим на печку для того, чтобы оно все это дело прогрелось, чтобы томат абсорбировал халапенис. Берем готовые тортильи и обжариваем во фритюрнице. Следующее. Опускаем ее. Температура масла где-то 180. Берем тортилью. Уже готовые тортильи наши. Сыр чеддер. Берем начинку. Берем нашу сальсу. Просто, значит, разливаем ее по верхней части нашей тортильи. И сейчас заключительная, самая заключительная фаза. Мы выясняем, собственно говоря, для чего нам нужна сметана, да? Сметану мы кладем сверху. Сверху еще раз посыпаем тертым сыром чеддер и украшаем. Блюдо готово. Мексиканская кухня богата пряностями и соусами. Только сортов перца чили в этой стране около 80. Так что, если вы подустали от корейской и китайской кухни, а остренького все-таки хочется, осваивайте мексиканскую кухню. Сейчас мне самое остренькое достанется сверху. Здорово. Не, он не острый. Ну, как бы он в меру острый пока что. Пока что все хорошо. Субтитры подогнал «Симон»